Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Сангейс Рэйдио и я, Владимир Гершанов, с передачей, которая называется «Медицина, здоровье и полное понимание мироздания» с замечательным человеком Григорием Макароном, человеком-библиотекой, человеком-кладезем, человеком-учителем или коучером, как это говорят по-английски, с человеком, который обучает правильно жить. А что это значит? Вот, знаете, пускай нам Григорий расскажет сам. Здравствуйте, Григорий! Здравствуйте, Володя! Я вам очень благодарен и несколько смущен за ваши многочисленные эпитеты, которые вы так щедро разбросали. Постараюсь их оправдать. Спасибо! Ну, а если более так скурплезно подходить, то вот зачитаю вам про Григория немножечко интересной информации. Значит, Григорий Макарон – трансформационный коуч из Лос-Анджелеса, то есть проживает великий учитель в городе Лос-Анджелес. Вот. Учит он, кстати, очень интересным вещам. Учит, как не быть бедным, учит, как не быть несчастным, учит, как не быть больным, то есть быть здоровым, счастливым, замечательным, жизнерадостным человеком. Именно учит, понимаете, то есть не навязывает. Ну, очень интересный такой подход к тренингу. У него даже своя запатентованная квантовая система, очень хитрая, но об этом он нам расскажет сам. А вот сейчас я немножко еще дам информации. Итак, Григорий у нас создатель школы восстановления внутренней гармонии и семейного счастья. Раз. Создатель уникальной авторской методики квантового перепрограммирования сознания. С помощью этой методики быстро и эффективно уходят комплексы страхи и эмоциональные блоки, которые стоят на пути к счастливой жизни. Эксперт в диагностике и восстановлении родовых нарушений. Многолетняя практика решения конфликтных ситуаций. Создатель и ведущий первого русскоязычного клуба «Самосознание. Баланс» в Лос-Анджелесе. Итак, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, Володя. Да, вы так очень скрупулезно прочитали некоторые важные веки в моей жизни. Я вам благодарен. Ну, и весь в вашем распоряжении. Вы хозяин передачи, я ваш гость. Итак, наш уважаемый гость, скажите, пожалуйста, вот коучинг, да, это как бы такая тренировка вообще. Это вот люди, когда к вам обращаются, они обычно, запутавшись в лабиринте жизни, они ищут свет. И вот как бы вы и есть тот маленький светлячок, вот к которому вот они идут, 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 и вы превращаетесь в итоге потом в большой красивый светлый туннель. И ваша информация помогает им решать те проблемы, комплексы и какие-то неразрешенные жизненные ситуации, которые они имеют под собой путем ваших тренировок. Расскажите, пожалуйста, немножко, вот в общем, вот кто вы такой, то есть что вы делаете? То есть вы же вот не врач в таком понимании, в конкретном, и вы не экстрасенс, правильно? Как вот объяснить людям вашу духовную позицию и ваш род деятельности? Вот если так, конкретно, коротко, но с расстановками и с правдой внутренней гармонии, если так можно сказать. Ну, вы, во-первых, уже сами много рассказали, снимаю шляпу. Смотрите, я в двух словах скажу, слово «коуч» переводится как «тренер». И это вообще новая специальность, которая появилась около 20 лет тому назад в Америке. Ее родоначальником стал человек, который с помощью психологии хотел решить свои внутренние проблемы. Ничего не получилось. И он, будучи тренером, ну, «коуч» — это тренер переводится, он применил свою методику тренерскую и решил все свои вопросы. После чего написал книгу. И это буквально взорвало мир тем, как откликнулось в сердцах очень многих людей. Появилась новая специальность — коучинг. То есть, что такое коучинг? Это психолог-тренер, только без психологического образования, потому что применяются более современные методики. Если к психологу можно к среднему ходить всю жизнь, ложиться на кушетку, рассказывать о своих проблемах, ну, грубо говоря. То есть, есть подход какой? Ты приходишь, у тебя есть цель, как в тренировках. Ты пришел, ты хочешь, там сказать, укрепить определенные группы мышц, и через, там, скажем, две-три недели или через определенное занятие у тебя эта проблема решена. Поэтому как коуч, в принципе, я пользуюсь очень многими знаниями. В этой стране я уже более 33 лет, из которых 25 я учусь. У самых-самых-самых разных учителей. И вот все мои знания, которые были за эти годы, они каким-то образом пересеклись и сложились в методику. Когда ко мне попадает человек, который хочет что-то поменять в своей жизни и готов это сделать, я просто превращаюсь в канал и направляющее действие. Я помогаю ему увидеть, где у него есть проблемы, где зарыта самая главная мина на его минном поле и обезвредить ее. И тогда у человека происходят значительные перемены. Но об этом надо рассказывать более конкретно. В двух словах вот так. Григорий, у меня такой вопрос. Скажите, у вас была когда-то клиника или сеть клиник, директором которых вы являлись, которые занимались различного рода медицинскими практиками. Расскажите, пожалуйста, про это. То есть это каким-то образом тоже откликается в вашем, скажем, творчестве даже. Я бы сказал, ваш коучинг это есть тоже вид творчества, наверное, все-таки, потому что вы радуете людей своими познаниями. И, соответственно, тоже творите как художник, наверное, как экстрасенс, как психолог, как тот же священник, к которому приходят на исповедь. Это что, то же самое, только минус кушетка, правильно? Ну, я вам хочу сказать, что вы философ и мастер слова, Владимир. Ну, в двух словах, да, вы, наверное, правильно описали, потому что, смотрите, будучи еще в Киеве, откуда я приехал, я работал в 25-й больнице за отделением ЛФК, это лечебная физкультура. Это то, что в этой стране называется реабилитация. Физиотерапевт, короче. Ну, в общем, да, прообраз. И когда в 82-м году я оказался в этой стране, то я пошел работать волонтером в несколько крупных городов, госпиталей. И через год я уже открыл свою клинику вместе с доктором, в которой я, с одной стороны, ну, практиковал под его лайсенсом физиотерапию, а с другой стороны, конечно, управлял этим центром. Со временем это превратилось в многопрофильную поликлинику Hollywood Medical, где у меня были от глазного врача до специалиста по ногам. Где-то порядка там 9-10 специалистов. И впоследствии я создал еще две клиники. И вот, да, таких три клиники было в моей жизни, где я имел возможность и наблюдать за процессом лечения, и принимать участие, и как руководитель, и как некий практикующий человек. Ну, в двух словах так. То есть есть большой опыт десятков-десятков, сотен пациентов, которые прошли через нашу здравоохранительную. И, соответственно, вы весь этот опыт перенесли на свою сегодняшнюю практику. Естественно, естественно. Это все равно как человек, который работал, скажем, в системе обслуживания телефонов. А потом создал свой какой-то телефон или свою телефонную станцию. Ну, будем говорить так. Потому что каждый человек — это отдельная вселенная. И работа с человеком — это обслуживание этой вселенной. И понимание законов, прежде всего, по которым эта вселенная существует. Потому что мы об этом будем говорить с вами опять и опять. Самая большая проблема всех наших неудачек заключается в том, что люди, к сожалению, по ряду своего невежества, необучаемости, правильным знаниям не знают ни закона Вселенной, ни закона, по которым они сами живут и работает их организм. И нарушая их постоянно есть проблемы. Я помогаю понять эти законы, помогаю пальцем показать, где ваша проблема. И как мы ее находим, методику, как ее устромить. Вот все. Хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что на волнах нашей радиостанции «Сангейтс», которая происходит из Стольного города Чикаго, мы сегодня имеем в эфире замечательного человека, педагога и журналиста, и лекаря, и коучера, и все в одном, Григория Макарона. Такая фамилия, которая никогда не забудется в жизни. То есть один раз так сказал, и все, и понятно. Вот. И вот этот самый Григорий Макарон сегодня с вами, уважаемые друзья, уважаемые радиослушатели, делится той сокровенной информацией, с помощью которой он помогает людям успешно решать их любые проблемы. Телефон прямого эфира 847-226-9956. Звоните нам, пожалуйста, присылайте смс, задавайте вопросы, и Григорий с удовольствием на них ответит. Григорий, у меня к вам еще вопрос. Пока наши уважаемые телезрители заряжают свои волшебные смс, я у вас хочу спросить. Вот вы же не только врач, вы не только психолог, вы не только тренер, вы же еще и журналист, правильно? Я знаю, что у вас были какие-то журналы о том, как правильно жить, собственно говоря. Расскажите про это немножко. Ну смотрите, впервые в 1972 году, еще будучи в Киеве, я попал в редакцию вещания на зарубежные страны и заболел журналистикой. Когда я приехал в 1982 году, в Лос-Анджелесе была одна газета «Панорама», я там открыл колонку «Жить не болея», которую я вел много лет. В 1989 году я позволил себе открыть свой собственный журнал «Атиша», а потом к нему добавился и журнал «Баланс», в которых я, естественно, писал, вел свои колонки. Поэтому журналистика – это часть, вы мой коллега, вы меня понимаете, это та часть, ну, будем говорить, талантов, которые мне Бог дал и которые всю жизнь требовали выхода. У меня также была радиопередача с открытой линией по всей Америке на КНВ, Би, я периодически делал какие-то телевизионные программы, ну, и многие другие вещи. Но журналистика и медицина – это то, что меня всегда волновало, и то, о чем я всегда писал и говорил, и, наверное, буду писать и говорить. Спасибо, уважаемый Григорий. У нас есть смс от Александра Подгрибайло, который нам пишет из Нижневартовска. Итак, на одной из ваших программ я… Нет, стоп, это второй смс, подождите. Видите, вы у нас популярны. Сразу, понимаете, сразу зритель, вот когда я вижу уже много, вторая, третья смс идет, я понимаю, что все мы правильно с вами делаем. Итак, так-так, у моего байфрента… Нет-нет-нет, это точно не его смс-ка. Сейчас у нас просто много вопросов вам хотят задать, а у нас всего скайп один. Итак, о, так-так-так. Все годы в моей жизни у нас с мамой сложные отношения. Она пытается меня контролировать и постоянно мешает мне жить. Как мне изменить эту ситуацию? Вот. Такой вопрос. Смотрите, вопрос в данном случае, он не столько по медицине, сколько по отношениям, но он касается нашего здоровья, нашей психики. Смотрите, отношения с родителями – это один из самых сложных вопросов в жизни любого человека, потому что это тот исток, из которого начинается вообще жизнь человека. В детстве закладывается основа нашей психики. И в данном случае, я не знаю, там нет имени, кто обращается, но это женщина, которая говорит о том, что у нее проблемы с мамой. А это не женщина, это мужчина. Мужчина, да? Окей. Я привык просто, у нас в основном женщины. Бывает, бывает, да. Ну вот смотрите, уважаемые радиослушатели, у вас есть проблема с мамой. Это очень серьезная вещь. Что с этим делать? Поменять маму вы не можете. Вы можете только поменять свое отношение. Прежде всего поймите, что мама такой стала не потому, что она, ну будем говорить, от фонаря имеет внутреннее напряжение. Она это отношение к жизни сформировала в детстве. И такой была, очевидно, либо ее мама, либо папа. Ее, к ней относились таким образом, что у нее сложилась своя жизненная программа контроля. Причинно-следственная и наследственная связь вы имеете в виду? Да, абсолютно. Это причинно-следственная связь и человек, который не получил достаточной любви, достаточной уверенности в жизни, у него есть страх. Страх, что что-то будет не так. Поэтому этот человек постоянно все контролирует. В его понимании, что если что-то произойдет не так, как он понимает, то случится что-то непоправимое. Поэтому контроль – это форма его безопасности. Мамин контроль – это форма ее безопасности. Вам нужно поработать, ну вот, с таким специалистом, очевидно, как я, или с психологом, или поговорить об этом со специалистом НЛП, и вы получите методику. Но первое, что надо понять – увидьте маму, как маленького, обиженного, незащищенного ребенка, который всю жизнь пытается избавиться от своего страха. И когда вы будете видеть такого ребенка, вам легче будет простить и понять. Прежде первые шаги – это простить и понять. Ну а дальше найдите специалиста, который поможет вам. Я тоже такие проблемы решаю с удовольствием. Понять и найти методику, как с этим жить дальше. – Григорий, у нас есть еще к вам вопросы. Пишет нам смс Вера Страусова из Самары. «15 лет живу с мужем и все эти годы мучаюсь. Правильно ли будет развестись или продолжать терпеть? Мы с мужем разные люди и не понимаем друг друга вот уже много лет. У нас взрослые дети, но нам сложно найти взаимопонимание в стенах одного дома. Посоветуйте, что нам делать?» – Ну смотрите, вопрос сложный. Я с такими вопросами встречаюсь постоянно. Потому что очень много боли, очень много напряжения, очень много сложных, нерешенных проблем. Как имя этой женщины? – Имя этой женщины еще раз. Сейчас, одну секундочку, я посмотрю. Вера, 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 да, Вера. Вера Страусова. Да, Вера, смотрите, во-первых, спасибо за откровенный вопрос. Ответ на него очень непростой. Ни я, ни кто другой, никакой другой специалист не может вам точно дать ответ. Если кто-то скажет, то я, например, скажу, что этот человек не прав. Это ваша жизненная позиция, которую вам надо понять. То есть первое, что понять, что этот муж появился не просто так. Ваш муж – это результат вашей жизнедеятельности. Вы привлекли в свою жизнь такого человека, и ваше отношение есть выражение тех жизненных способностей, как создавать отношения. Вы оба… – Практически карма. – Что, что? – Практически карма. – Да, это и есть карма, да. То есть вы оба со своим мужем, ну как бы вас назвать второгодники, вы не смогли выполнить вашу жизненную миссию и создать нормальные отношения. Вы оба в этом, ну, провинны. Но, по-моему, это не провинны, это ваша карма. И, как мы говорили в предыдущем вопросе, ответя, ситуация такая же. Вас не научили, как создавать благостные отношения. Я могу предположить, что ни в вашей семье, ни в семье вашего мужа родители не были показательной парой. То есть я думаю, что в вашей семье ваши родители не были такой, знаете, благостной парой, которые любили друг друга, заботились друг о друга. То есть вы получили модель раненой семьи. Такую же раненую модель получил ваш муж, и вы создали раненый дом уже свой. Вывод какой? По практике, так как у нас нет короткий блиц-шахматный турнир. Блиц-шахматный турнир я скажу вот как. Вам надо понять, какие ошибки вы допустили, и что вам надо поменять в себе. Предположим, вы осуждаете мужа, слух или про себя. Это надо поменять, изменить. Вы, предположим, не уверены в себе человек. Или, предположим, вы не умеете дарить бескорыстно любовь. Одна из этих перечисленных причин, которая часто повторяется, может стать истинной причиной того, что ваш муж закрыт и не удовлетворен, и не дает вам того, чего вы хотите. Смысл заключается в том, вам следует понять, какие вы допустили причины, какие вы допустили ошибки, и что вам надо поменять в своем характере. Поменяв это, в значительной степени могут измениться и ваши отношения. Если вы, проделав первое, второе, третье, отношения не изменятся, тогда вы, возможно, получите ответ, что я урок с этим мужем выучила, пора, так сказать, идти дальше. И тогда вы сможете, наверное, с легкой совестью развестись и, возможно, создать другие отношения. Но если вы не исправите свои собственные проблемы, то тогда, конечно же, они будут повторяться и в других отношениях. Ну, вот так, в двух словах. Итак, уважаемые друзья, 847-226-9955 повторяет телефон нашего абсолютно прямого эфира. С нами Григорий Макарон, тренер, коучер, психолог, доктор. Все в одном. И мы отвечаем на ваши, уважаемые друзья, звонки. Вот у нас мы имеем еще один смс. Пишет нам Нейкая Светлана из Лос-Анджелеса. На одной из ваших программ я была свидетелем того, как вы буквально за 10 минут прямо в эфире помогли убрать женщине головную боль. Может ли ваша методика помочь каждому из нас? В чем ее секрет? Спасибо. Ну, я, наверное, объясню, наверное, в каком эфире. Дело в том, что у меня есть такие специфические программы, которые называются «Выход из лабиринта жизненных проблем». То есть это когда меня приглашают в эфир, и там люди задают вопросы. Но в отличие от этого я отвечаю на вопросы не как сейчас в рамках короткой передачи, а там у нас эфиры есть порядка часа, полутора часов, и я могу делать короткий коучинг. То есть что я делаю? Когда вы говорите, скажем, обратился кто-то, говорит, Григорий, у меня головная боль. Что я делаю? Я этого человека начинаю расспрашивать, и где-то порядка 20-30 минут занимает этот процесс. А дальше что я делаю? Я нахожу, стараясь найти те причины, которые вызвали эту головную боль. А вот теперь я отвечаю на ваш вопрос. Смотрите, по статистике медицинской, американской, AMA, American Medical Association, Около 75% головных болей связано с так называемыми стрессами. То есть эти боли функциональны, то есть у человека нет никаких органических изменений, нет опухолей, нет каких-то там структурных перемен. А это чисто эмоциональные, связанные с перенапряжением. Как правило, в моей методике я постоянно использую медитацию. Что такое медитация? Это возможность глубокого расслабления, так называемого лёгкого эриксоновского гипноза. Когда человек отпускает все свои проблемы, меняет фокус своего сознания. И в частности, что я вот часто делаю, думаю, что, наверное, и в этом случае, который вы описали, произошло. Я человеку раз помог расслабить ей, я помог найти её основную причину беспокойства и, увидев эту причину, поменять к ней отношения, либо решить эту проблему. И даже первая стадия, когда ты вводишь человека в более спокойное состояние, то головная функциональная стрессовая боль значительно либо ослабляется, либо полностью уходит. И я вам приведу, ну, как бы такой пример. Вот очень часто в компаниях люди вдруг обращаются, говорят, у кого есть соленол? И я всегда очень остро реагирую, спрашиваю, а что у вас болит? Как правило, у меня болит голова. И я в этом случае предлагаю людям, не говорю, идёмте со мной, мы сейчас где-нибудь уединимся, я за 5-10 минут помогу вам по всей видимости либо снять головную боль, либо значительно её облегчить. И действительно, если человек соглашается, мы выходим, я человеку прошу закрыть глаза, представить, что он находится, скажем, на океане, и посредством вот этой моей методики, как правило, через 5-10 минут у человека либо значительно проходит боль, либо полностью. Но хотите, Володя, знать самое смешное? Больше половины людей, когда им предлагаешь уединиться на 5-10 минут и лечить, помочь им с головной болью, говорят, нет, спасибо, я лучше таблетку долегола. Ну, конечно, потому что они, наверное, о другом думают, я так предполагаю. Они сразу представляют это уединение немножко по-другому, знаете, в аспекте Ошо и Тантры, наверное, всё-таки как-то. Ну, вы знаете, я вам хочу другое сказать, как человеку, у которого есть значительный опыт в медицине, очень много наших людей запрограммировано, зазомбировано на методики нашей современной медицины, на пилюле лечения. Согласен. И иногда эффект плацебо в данном случае работает просто идеально. Даёшь таблетку, говоришь, выпьешь и всё, сразу возвращается Мэрилин Монро, Покемон и Элвис Пресли, человек выпивает, и у него действительно всё возвращается. Да, но вы знаете, о чём говорит статистика, что эффект плацебо, он очень эффективно и очень часто действует, но он недолгосрочен. К сожалению. Да, то есть он появляется и он уходит, потому что это некая как вспышка самоосознания такого желаемого результата, но на долгую дистанцию он не работает, к сожалению. Мы уводим просто человека от проблемы, не решая её, оставляя человека потом наедине с этой проблемой тёмной ночью, когда это всё вылезет, когда подсознание уже начнёт рулить. Да, абсолютно верно. Вы же помогаете именно решать эти проблемы, непосредственно не отходя от кассы, как говорится. Абсолютно, в этом не заключается секрет. Мы находим, как я говорю, на минном поле жизни, где находятся эти мины, самые главные. Как только мы не устраняем, человек может выходить спокойно и не взрываться. У нас есть ещё вопрос. Девушка не подписалась, просто смс. У моего бойфренда постоянно плохой запах из рта. Это так неудобно. Что посоветуете? Ну, смотрите. Есть так называемые психосоматические причины любой болезни. То есть любая болезнь, можно подходить к ней, ну, будем говорить, неосознанно, так как подходят, допустим, очень многие врачи. Человек, скажем, приходит с плохим запахом из рта. Ему говорят, вот полоскать надо, к стоматологу пойти. То есть, что надо сделать, физически. Или приходит, скажем, человек с повышенным давлением. Доктор говорит, так, измерили какое давление, проверили анализы, и посадили его на пилюли. То есть расширяем сосуды, снижаем давление. Причина. Разве человек может понять, что, скажем, в этом случае с высоким давлением у человека нервная работа, он слишком много нервничает, и в результате этого у него появилась хроническая уже гипертония. То есть лечить надо причину, а не следствие. В данном случае, смотрите, из моего опыта, есть так называемые вероятные причины наших болезней. Это психосоматические причины. И мы будем об этом говорить много в наших, наверное, последующих передачах. Психосоматические. Психо – это, по-моему, от греческого слова «душа». Самос – это тело. Это причины, которые появились, как говорится, в связи души и тела. Смотрите, плохой запах изо рта, вероятные причины – это гневные мысли, мысли о мести. А также это то, что некий багаж мешает прошлое. То человек с собой носит, ну, как бы вам сказать, такой чан сгнивших продуктов, которые давно надо выкинуть, а он не может с ними расстаться. Поэтому для того, чтобы такого человеку помочь, естественно, надо проверить, может быть, у него там есть гнилые зубы во рту, или он не ухаживает за собой. Но если чистоплотность вашего бойфренда, ну, как бы нормальная, то я бы посоветовал вам, ну, так очень тонко привести его к специалисту, который поможет ему научиться и одобрять себя. научиться одобрять себя, научиться расставаться с прошлым и научиться выражать себя с любовью. То есть отпускать прошлое, не носить с собой чан сгнивших мыслей и научиться выражать себя с любовью. Очень часто, когда люди, внутри у них много мести, много напряжения, агрессии, вот это, вы когда такого человека видите, у него очень часто будет плохой запах изо рта. Так а из-за чего? То есть, если вот перенестись на физический аспект этой ситуации, то есть, ну, пускай он себя мысленно почистил, но запах-то, куда же он денется? Запах, это же вполне себе органика. Ну, смотрите, Володя, вы задали очень классный вопрос. Это и есть психосоматическая причина. Если у человека долго есть определенные мысли, страхи или состояния, со временем они как бы материализуются, они попадают на физический уровень. То есть, скажем, если человек не уверен в своей жизни, он слабый, не уверенный, то, по всей видимости, со временем такое хроническое отношение выразится физически в том, что у него будут проблемы с коленями. Если человек несет на себе, скажем, огромный груз, проблем, у него, по всей видимости, могут быть проблемы с плечами. Все очень логично. Вы просто как Саибаба рассуждаете, то есть, вы его цитируете практически. Есть такой, был такой, Саибаба, один такой святой в Индии был, уже покойный, или, скажем, перерожденный проще, да? То есть, вот он тоже говорил, что как бы все проблемы психофизические, они материализуются в чисто физические проблемы. Ну, вы знаете, на сегодняшний момент есть целые книги написаны, справочники. Скажем, вот в России, если это доктор Валерий Синельников, который очень необычный доктор, который написал, описал, а здесь в Америке родоначальником является Луиза Хэй, она, по-моему, PHD имеет доктора психологии, которая исцелила себя, написала много книг и издает, имеет целый издательский дом. У нее есть целая таблица книг, которыми она пользуется. Это мои тоже настольные книги. Но сегодня вы все это можете сделать в интернете. Вот подсказка всем людям, которые заботятся о здоровье. Выйдите в гугл и напишите психосоматическая причина, а дальше напишите, предположим, запаха изо рта или болезни коленей, или вот это, все, что вы напишите, вы получите очень четкие знания или информацию для размышления. Иными словами, с энергоинформационного поля мы переносим все в нашу физическую, так сказать, атмосферу бытия. И если там у нас грязные мысли в голове, соответственно, мы имеем запах изо рта. Или наоборот, не имеем его, если имеем просветленное сознание. Правильно? Абсолютно. Первично всегда сознание. Конечно. Первично всегда сознание. И от нашего сознания зависит все то, что с нами будет. От нашего сознания первично все то, что с нами произойдет. Ну что ж, Григорий, огромное вам спасибо за сегодняшнее такое интересное интервью. Это наше первое интервью. Оно открывает, скажем, цикл, целый цикл передач. Мы с вами будем встречаться теперь, я думаю, часто. И я вижу по откликам наших уважаемых радиослушателей это все очень интересно. К тому же у нас как раз станция именно такого профиля. Вот. Поэтому welcome. Что ж, мы всегда рады вам. Огромное спасибо за такое интересное интервью. Обязательно с вами встретимся в это же время, в этот же день, на следующей неделе. Вот. И я хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что на радиостанции Сан-Гейтс у нас сегодня был Григорий Макарун, который занимается проблемами психики и физики человеческого бытия. коучер, учитель, человек, знающий, как вывести любого из нас из темного лабиринта неудач к светлому будущему. С вами был Владимир Гершанов и передача Терра Непознанного. Спасибо огромное, Григорий. И до новых встреч. До свидания. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин